Программа не имеет возрастных ограничений. Программа выходит в эфир при поддержке Вятского государственного университета. Книги рождают мечту, вызывают её к жизни, заставляют размышлять, воспитывают самостоятельность суждений. Помогите своему ребёнку полюбить мир книги вместе с магазинами «Бумага». Здесь вы найдёте научную и художественную литературу для семейного чтения, развивающие игры, учебные пособия и рабочие тетради. Огромный выбор книг для исследователей всех возрастов. Читайте и изучайте вместе с сетью магазинов «Бумага». Огромный выбор книг на Октябрьском 88 и МОПРА 7. Всё перепробовали и не знаете, где ещё отметить день рождения школьника? Приходите на Вятский квест. Команда совершит приключения с логическими ловушками, тайниками, ключами и встроенными механизмами в путанице комнат. А именинник проявит свои лучшие качества. Удивите своих гостей. Звоните 49-32-40. Вятский квест. Находимся в самом центре города. Володарского, 132. Детская познавательная программа «Открывашка». Открываем мир вместе. Здравствуйте, дорогие слушатели, юные открыватели, мальчики и девочки. Здравствуйте, уважаемые папы и мамы, бабушки и дедушки. Мы начинаем еженедельную познавательную программу «Открывашка». Здесь у нас на «Эхо Москвы» в Кирове. Меня зовут Николай Голиков. А вести сегодняшнюю программу мне будет помогать Ева Кравцова. Ева, доброе утро. Доброе утро. Сегодня нас ждет много нового и интересного. Причем напомню, что все, что происходит у нас в студии, а у нас сегодня здесь какие-то просто чудеса, я не знаю, просто чудеса какие, до сих пор у меня глаза разбегаются. Вы можете увидеть даже на экранах. Для этого нужно просто зайти на сайт «Эхо Кирова.ру» и перейти по вкладке справа. Есть такая вкладочка «Веб-камера в студии». Обязательно у кого такая возможность есть, перейдите, потому что у нас какие-то чудеса, реально. Я смотрю, налюбоваться не могу и рассказать это все невозможно. Ну и, естественно, не забывайте, что у нас есть телефон 211-101, по которому можно позвонить. Мы будем вам задавать, как всегда, вопросы. Наши гости все вопросы приготовили. Те, кто на эти вопросы будет отвечать правильно, те будут получать хорошие, красивые книги и еще специальный подарок, о котором мы скажем особо. А говорить мы сегодня будем о том, что из себя представляют роботы, как их, главное, и как их изготовить собственноручно, и где в Кирове, этому учат. В гостях у нас сегодня Инна Витальевна Вылегжанина. Здравствуйте, Инна Витальевна. Здравствуйте. Это вот как раз человек, который может вас научить тому, о чем я говорил. Человек, который знаком с роботами лично. Многие из вас, ребята, с роботами встречались. Вот так, идете по улице робот на встречу? Было такое? Было? Где ты видел? В Москве. В Москве? Прямо идешь на встречу робот? Ну, типа того. Типа того, да? А в Кирове не встречал? В Кирове пока нет. А по школе у вас не ходят? Нет. Нет? Ева, тоже не видели? Нет. А вы, ребята, встречали где-нибудь роботов на улицах? Нет. Только, да, только вот у Инны Витальевны, да? Ну, иногда дома роботы-пылесосы помогают прибираться. Ага, то есть дома все-таки есть. Уже роботы шагнули сюда, да. Вот, ну что, давайте поговорим о том, как у нас учат в нашем, как это правильно сказать, Центре информационных технологий, да? Я правильно говорю? Да, Центр информационных технологий, познание. Познание, территория, открытие, да? То есть у вас вот проходят занятия, и вы можете научить ребят сделать робота? Да, у нас занимаются ребята с 4 лет до 16, и они конструируют, программируют роботов. И эти роботы что делают? Ну, они разные. Есть роботы, которые выполняют какие-то серьезные очень задачи и функции, а есть такие развлекательные роботы, как, например, птички танцующие или обезьянка-барабанщица. Ну, это получается как будто игрушка такая уже, да? Да, игрушка, которая выполняет какие-то механические действия и запрограммирована. То есть они программируют сами? Да, сами программируют, есть специальная среда, для ребят помладше детская среда, а для постарше уже такая серьезная достаточно. Ну, вот то, что у нас на столе я вижу, вот вроде бы это уже для ребят постарше, там вот за этим всем сооружением стоят такие два симпатичных молодых человека, Данил и Марк. И что-то не похоже, что им по 16 лет. Да, им не 16 лет, но они большие молодцы, они у нас участвовали в соревнованиях в российских, инженерные кадры России. И тема в этом году была сезона «От детского сада до агропрома». Они как раз, ребята в детском садике занимаются, и у них получился чудесный проект. А где эти соревнования были? Соревнования были в Москве, они туда ездили, и жюри осталось в восторге от наших замечательных ребят, потому что они показывали молочную ферму, показывали, как коров доят. Они были на предприятии и могли очень замечательно всё об этом рассказать. И они получили какую-то награду? Да, они получили награду. Они у нас победители. Победители? Вот так вот. Я вот, честно говоря, одного из победителей за стола даже не особенно вижу, только глазки торчат. Ну что, ребята, рассказывайте, что вы такое сделали, какая у вас там такая чудесная ферма? Ну, говорите уже, не бойтесь. Главное, вот здесь, вот я говорил, что те, кто не видят трансляцию, не могут это оценить, сколько здесь, вот в том углу, где стоят ребятки, сколько всего красивого, какие здания, коров много, какие-то приспособления, и всё это, наверное, ещё и шевелится. Ну, рассказывайте. Наша команда-голова работает. Наш девиз. Познание начинается с удивления. Мы поставляем в завод по производству молока. Наши приветствия на просторах нашей вятки, где особые порядки. Производят на заводах изумительный продукт. Через фермы завода, невзирая на погоду, он всегда в свежавшем виде доставляется на пункт. Марк о нём, он всё расскажет, все процессы вам покажет и докажет, что вкуснее вы не видели продукт. Я Данил. Ну, коллега, приступайте. Я Данил, со мной, знаете, где берётся молоко? Как бежит он по трубам, как несётся дыр по кругу, и прочём тут колесо. В Кировской области производят самые вкусные молочные продукты. Мы убедились в этом лице, проследив путь молочка от фермы до пролавка. Из них мы узнали, как люди узнали, как дырить коров более пяти тысяч лет назад. А перводельные машины появились всего лишь в девятнадцатом веке. Мы посетили молочную ферму, там мы узнали, этапы производства молока. Сейчас покажем, как это всё работает. Показывайте, показывайте. Демонстрация! Так. Всё, нажали все нужные кнопочки? На воротах фермы расположен датчик наклона, который проводит движение транспортера. По нему корова попадает на дырную стану в карусель. И когда карусель крутится, корова дуется, и молоко попадает в бак. То есть корова уже попала на карусель? Сейчас её дует, да? Нет, она крутится, а корова дуется. Давай. У нас корова попала на карусель, а карусель сейчас запустится. Мотой плохой. На ней. Вот, давай сейчас показывай, Клим, как у нас здесь получается молоко. Обратите внимание! Так. Это у нас молоко появляется, да? Затем приезжает молоковоз и уводит мочку на молокозавод. А вот эта штука, которая вот в ней молоко появляется, из неё потом в эту цистерну, да? Да. Вот, цистерна заехала. Прокачивается. А вот куда она заехала, это у нас что уже там? Молокозавод. Это уже молокозавод, да? Ну что, у ребят закончилась демонстрация. Здесь есть разные механизмы. Что-то ещё? Сейчас вам открою небольшой секрет. Это установка работает на понижающей субчатой передаче. Так. Ещё бы мы все поняли, что такое понижающая зубчатая передача. Марк, ты можешь рассказать, что значит понижающая зубчатая передача? Это когда большое колёсико и маленькое зубчатое колёсико. И они вращаются, и понижающая зубчатая передача получается. То есть большое колёсико крутится, а от него крутится маленькое, или наоборот? Да. Маленькое быстрее, чем большое будет крутиться. Ясно, всё понятно. Вот за счёт этой передачи вся ваша установка работает. Да. Точнее, должна была работать, потому что корову у нас не закрутили. Сказали, что мотор плохой. Да. Ну ладно, это не беда. Попробуйте ещё раз, может быть, закрутиться. Так. Так. Звуки есть? А. Забыл корову поставить. И оно очень интересно, слушайте, да? Да. Так, запускай корову. Запускай корову. Сейчас корова будет подниматься, да? Дачка, стоять. Дачка, стоять. Вот. Дачка, стоять. Да. Слушайте, настоящие инженеры, они кисловато говорят, да? Да, у них тут всё это очень серьёзно. Вот такой у нас замечательный проект был, и ребята показывали... Они его возили в Москву, да? Да, они его возили в Москву. У них там ещё стенд был оформлен, и ребята показывали... И большая корова. Ещё была сделана. Причём жюри очень понравились наши коровки, которые были раскрашены под цвет дымки нашей. Эти коровок делала наша вятская мастерица. Это специально для этого проекта всё сделано? Специально для этого проекта, да, были такие коровки заказаны и сделаны. Отлично, всё совершенно так. Ну, я думаю, теперь мы от этого проекта перейдём к более такой нашей обычной части нашей программы. Ева, наверное, пора рассказать, какие у нас сегодня призы. У нас есть призы. Эти иллюстрированная энциклопедия «Техника». Энциклопедия «Древний Египет». Энциклопедия «Всё о технике». Энциклопедия для любознательных «Где, что и когда». Энциклопедия «Техника вокруг нас». Эти призы, да? И плюс те ребята, которые правильно будут отвечать на наши вопросы, ещё получат такой очень красивый сертификат на одно занятие по робототехнике в Центре информационных технологий и в обучении. Познание, правильно сказал? И сможете прийти, это на Костромейской 33, и, во-первых, увидеть, как это всё происходит, и, может быть, и остаться в этом центре и заниматься в нём дальше, да? Ну что, кто у нас начнёт задавать вопросы? Давайте я тогда начну. Давайте, Елена Витальевна. Какой советский фильм для детей про робота был снят в 1979 году? Какой советский фильм для детей был снят про робота в 1979 году? Так вы тоже все думаете, только не подсказывать. Пусть наши слушатели отвечают сами. Напомню, что телефон у нас в студии 211-101, и тот, кто ответит правильно на этот вопрос, соответственно, получит тот приз, который выберет сам. Так, пока у нас пауза, но мы, наверное, продолжим рассказывать про наш центр. Ведь это, ну, я не знаю, вот... О, уже звонят, не успели. Ну что, кто будет? Ева? Привет. Здравствуйте. Как тебя зовут? Маргарита. А сколько тебе лет? 13. А какой правильный ответ? Приключение электроника. Да, правильно, действительно, приключение электроника. Какой приз ты бы хотела? Киномакс. Билеты в Киномакс? Да. Ну что ж. Хорошо. Есть такой приз, билеты в Киномакс, и еще, конечно же, сертификат на одно занятие в Центре информационных технологий обучения и познания. Маргарита, я думаю, вам будет там очень интересно. Спасибо большое. Спасибо, вам спасибо, что позвонили. Ну что, продолжим. Ева, может быть, сейчас мы тогда вопросик запустим, да? У вас есть? Ева. Говорите. Кто придумал слово робот? Очень вопрос интересный. Вот вообще, кстати, интересно, да? Вот у очень многих слов нет хозяина. Откуда мы знаем, кто придумал слово человек, да? Кто придумал слово? А вот слово робот его придумал конкретный человек. Это вот интересный факт такой. И причем оно вот как-то прижилось, и все его говорят до сих пор. Вот мы сидим про этих роботов говорим. Ну, слово человек придумал человек. Ну, какой-то неизвестный, наверное, человек. У него нет имени и фамилии, да? А здесь вот этого человека есть имя и фамилия, и время проживания, и страна проживания, национальность. Все как положено. То есть у этого слова есть автор. Так, слушатели, пока у нас задумались, давайте все-таки поговорим про студию. Ну вот сейчас мы говорили про... Вот сейчас девочка звонила в студию, девочка взрослая. И для девчонок интересно создавать роботы, которые связаны с одеждой. То есть электронный текстиль. Когда одежда как-то подсвечивает или раскладывается, в зависимости от каких-то ситуаций. Одежда-робот? Да, одежда-робот. Электронный текстиль сейчас такое направление интересное для девчонок. Вот, необычное. Ну так что ж. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Коля. Сколько тебе лет? Десять. А в какой школе ты учишься? В ГГД. Ну а какой правильный ответ? Робот. Ой, слово робот придумал чешский Карел Чапик. Чешский писатель Карел Чапик, по-моему, совершенно правильный ответ. Да, правильный ответ. Какой приз ты бы хотел? Скажите еще раз, какие есть книги. Хорошо. У нас сегодня очень много энциклопедий. Иллюстрирована энциклопедия «Техника», энциклопедия «Древний Египет», энциклопедия «Всё о технике», энциклопедия для любознательных «Где, что и когда», энциклопедия «Техника вокруг нас», Иринг Адлер, Шерлок Люпин и я, «Тайна Алой Розы». Слать тебе книгу «Шерлок Люпин и я». Хорошо. «Тайна Алой Розы»? Да. Прекрасно. Ну и, конечно же, Коля, вот мы с тобой тезки, я тоже Коля и ты, Коля, да? И сертификат на одно занятие по работе техники ты тоже получишь обязательно. Сможешь прийти и посмотреть, как все это происходит. И может быть тебе понравится. А вот. Да, когда захочется. А там когда вообще эти занятия проходят? У нас каждый день есть занятия, есть утренние группы, вечерние есть выходные. Поэтому время можно будет выбрать. На сертификате есть номера телефонов, можно позвонить, наверное, узнать, когда лучше подойти. Поэтому проблем, я думаю, не будет. Мне что интересно, вот вы говорите, текстиль, да, электронный. Вот я знаю, насколько сейчас вот мне известно, что роботы вообще вот сами изготавливают очень активно. Что, по-моему, в некоторых странах там на тысячу рабочих по 300 роботов уже приходится. Ну да, сейчас роботы активно работают на предприятиях, а сейчас обсуждается интересная инициатива, законопроект, чтобы с роботов брали налоги. Ведь люди работают и платят налоги, а роботы будут выполнять работу, а почему бы с них не брать налоги? Ну вот сейчас такая инициатива есть. А это где это рассматривается? У нас, в стране? Ну это по всему миру есть такие инициативы, в том числе у нас в стране, да. Сейчас как бы роботам пока выгодно, они там электричеством кормятся и ничего не платят. Да, потом еще люди подумают, стоит ли роботом-то быть, да, потому что придется налоги платить. Ну и роботы есть, которые летают, то есть мы же говорим про беспилотные роботы, которые будут участвовать в дорожном движении, и для них должны быть соответствующие правила, и это тоже сейчас обсуждается. Ну на самом деле уже стало так актуально. А вот что интересно люди будут делать, когда все будут делать роботы, вы никогда не задумывались? Радоваться. Радоваться, просто ходить и радоваться, да? Радоваться, придумывать, обслуживать. Но на самом деле говорят же про технико-гуманитарный баланс, что должно быть очень хорошо сочетаться технические и гуманитарные вещи. Ну вот, наверное, в этом и будет задача человечества. Что-то придумывать, общаться, взаимодействовать, не ссориться, чтобы был мир на Земле. Ясно. Ну что, давайте ещё вопросик зададим. У нас сегодня хорошо отвечают. Давайте. В конструкторах Лего есть оси серого и чёрного цвета. Что обозначает цвет оси? То есть есть оси? Да, вот такие вот, да? Оси. Да, они есть чёрные, а есть серые. Что обозначает цвет оси? То есть от цвета что-то зависит. И так как я в Лего ничего не понимаю, поэтому тоже задаю наводящие вопросы. Ну ребята же очень любят Лего. И это любимый конструктор. И поэтому наверняка они знают. И сейчас будет звонок. Ну что ж, будем ждать, что кто-то нам позвонит. Ты тоже хотел вопрос задать? Тогда следующий будет твой вопрос. Хорошо? А девчонкам, вы говорите, там вот текстиль, я просто не очень понимаю. На вас одета какая-то одежда, да? Или вот там на Еве надета. Что она может сделать, эта одежда? Ну, например, у Евы могут быть какие-то светодиодики подшитые. И в зависимости от ее движений, они могут загораться в ритм. То есть как в Волове, да? Например, да. Типа светомузыки такой. Типа светомузыки. Или, например, если она застегивает там какую-то пуговку, то тоже текстиль себя как-то определенным образом ведет. Есть там какие-то моторчики, которые могут там укоротить юбочку или, наоборот, опустить ее в пол. А может так вот у человека, чтобы от настроения, да? Вот его плохое настроение с утра, она вся такая голубым цветом засветилась. У нее хорошее настроение, вся такая розовая, сразу вставая. Есть такие вот возможности? Да, сейчас же есть роботы, которые считывают информацию с мозга, и можно управлять им, ну, думая о чем-то. И роботы собирают информацию о думах человека. Ну, наверное, в текстиле то же самое может быть. Надо вообще-то в школьную форму ввести, чтобы учитель заходил в класс и сразу увидел, у кого какое настроение, и сразу было понятно, кто готов, кто не готов. Да, у кого там розовым цветом светится, значит, человек подготовился к осеннему, оттого и к доске, пусть отвечает. Не, не, наоборот, пусть розовый идет в доске. Пусть розовый идет с хорошим настроением. Так, ну что, давайте еще раз повторим вопрос. Итак, в конструкторах Лего есть оси черного и серого цвета. Что обозначает цвет? Что обозначает цвет, да? Вот. Пока у нас тихо еще в эфире. Ребята, конструкторы наши великие, а вы в садике оба? В садике, а в каком вы садике? Тридцать восьмой. Тридцать восьмой? Он как-то называется? У них садик, на самом деле, замечательный методик, и вальдовская методика. Это вальдовский садик, да? Да, да, да. Ага, ну понятно, то есть него. И, конечно же, чувствуется подготовка очень хорошая. Ну, это просто уникально, конечно. А вот у вас в садике что-то про роботов там вы рассказываете своим друзьям? Да. Да. Они в садике, когда ребята готовились к проекту, они готовили, они делали исследование молока и показывали опыты. Марк, можешь рассказать, что вы с ребятами делали в садике, когда молоко изучали? Мы выжимали лимон. В молоко, да? И что получалось? И получалась какая-то просто кваша. То есть молоко сворачивалось? Что еще делали? Мы добавляли туда масло, спирт. В молоко? Да. И что получалось? То есть молоко тяжелее, чем... А, ну то есть как бы, чтобы было понятно, что легче, что тяжелее, да? Да. А вот вы говорите, вы на ферму ездили. Это вы куда ездили? На какую? Ну мы не помним название. Да? Может быть, вы помните название? Да, они ездили в этот раз в Агродоронич. То есть они туда ездили, смотрели. Телят. И у них замечательная фотография была, когда Марк с теленком. И весь интернет смотрел на эту фотографию, любовался. И говорили, ну вот два ребенка на фотографии. Там теленок и Марк. И они друг друга изучали. Ну вообще интересно, ребят, вы же такие городские, вот как-то, вот как вас так на ферму-то потянуло? Не думали об этом? И что дальше будете делать? Появите поднимать сельское хозяйство со своими проектами? Не знаю. А? Не знаете пока еще? Так далеко еще не думали? Им бы еще в школу поступить сейчас. Ой, я думаю, за них еще конкурс будет среди школ. Потому что таких специалистов, мне кажется, это в наше время просто с руками отработают. Мы уже ходили в школу на соревнованиях. Да, они показывали в школе на соревнованиях свою поделку. И, конечно же, директор школы подошел и сказал, где же вы ребята были, я бы вас обязательно к себе в школу взял. Так что вот, а вы говорите, нам бы в школу поступить. Мне кажется, вы только скажите, нам пора. И тут же все сбегутся, скажут, давайте нам этих ребятишек. Какой-то вопрос у нас сложный оказался. Вопрос у меня попался сложный как-то так пока. Ну, пусть ребята тоже думают. А давайте мы еще вопрос задим. Ева. Японец Хироси Сигура изготовил робота, абсолютно похожего на него. Такой робот автопортрет отправил он вместо себя на лекцию в другой город. Догадаетесь или придумаете, что было потом? То есть, этот японский человек создал робота точную копию себя. Да. И потом вместо себя его отправил в другой город на лекцию. Да. И наши слушатели должны сказать, что там случилось. Как они это понимают? Придумать. Придумать, то есть, должны. А есть точный ответ? Ты точно знаешь, что там случилось? Вот это уже интересный вопрос. Слушайте, подумайте, правда. Представьте, человек, который создал точную копию себя. Вот не коровку какую-то там, да? А вот представь, вдруг стало здесь четверо. Вы двое и точно такие же еще двое, только они роботы. Вот представьте, да? Киборги, да. И вот они пришли в студию, и мы уже не понимаем, кто из вас кто. А вдруг они роботы? Да, а вдруг, а кстати, а вы сами там не роботы, случайно? Нет. Нет? Вы живые? Вы люди? Да, мы люди. А чем докажете? Вот. Так что интересно. Надо узнать, Инна Витальевна. Может быть, вы уже в кружке-то и создаете потихоньку таких? Да, может быть, может быть. Ну что, ребята, представьте, что человек создал копию самого себя и отправил ее в другой город на лекцию. И что с этой копией в этом городе могло произойти? Не волнуйтесь, просто можете придумать свою историю и получить приз. Наш телефон, напомню, 211-101. Так, творческое задание дали, люди задумались, будем ждать, посматривать на этих двух киборгов, в которых мы уже теперь не уверены, люди они или роботы. Ну, в роботах обычно у них мозгов нет. А вот у тебя их видно, что они есть? Видно. Вот где, покажи. Робот ведь тоже, на нем же не видно, что у него внутри. Ну, у всех не видно роботов, что у него внутри мозги. Вот я помню, в конце 20-го еще века, когда говорили, как будем людей от роботов отличать, была интересная штука, я не знаю, вот научились таких роботов или нет делать. Вот сказали, что человека от роботов всегда можно легко отличить тем, что у роботов не бывает чувство юмора. А, ну да, если шуточки не заложены вовнутрь, заготовленные штуки. Ну, заранее, да? Да. Заранее, то есть если вот... А вот я смотрю, ребята-то смеются и веселятся, так что, похоже, все-таки они настоящие, живые. Можно их даже не проверять. Вот. Ну, ладно, пока наши ребятки думают, я думаю, мы сейчас немножко сменим тему. Отпустим Данила и Марка, ну как, чтобы они спокойно сели и отдохнули. Маленький музыкальный фрагмент, и мы перейдем к следующему нашему гостю. Вот она! Свобода! До чего дошел прогресс? До невиданных чудес? Опустился на глубину И поднялся до небес. Позабыты хлопоты Остановлен бег Вкалывают ропоты А не человек До чего дошел прогресс? Труд физически исчез Да и умственный заменит Механический процесс Позабыты хлопоты Остановлен бег Позабыты хлопоты Вкалывают ропоты А не человек До чего дошел прогресс? Было время в обрез А теперь гуляй по свету Хочешь песни, хочешь вес Позабыты хлопоты Остановлен бег Вкалывают роботы Счастливым человеком Мы продолжаем нашу программу. Напомню, вы слушаете познавательную еженедельную детскую программу «Открывашка» на «Эхо Москвы» в Кирове. Нас можно услышать по радио, нас можно увидеть на сайте «Эхо Кирова.ру». Для этого просто нужно зайти на сайт, перейти по вкладке справа «Веб-камера в студии». Всем настоятельно рекомендую обязательно это сделать, потому что у нас на столе просто чудеса какие-то. И их надо не просто слышать, а нужно обязательно видеть. Говорим мы сегодня о роботах. Сначала нам Данил и Марк рассказали о ферме роботизированной. И у них почти все получилось, только колесико не загрутилось, потому что мотор плохой, но есть над чем работать. Да ведь? То есть предела совершенства нет. А сейчас у нас будет рассказывать уже Максим. Максим, добрый день. Здравствуйте. И он будет рассказывать о своем. вот этом вот сооружении, которое, понимаете, вот говорят, рассказывает, что происходит в студии. Как я могу рассказать? Я не понимаю, что это такое, да? Вот расскажи, что вот это такое вообще? Мы ходили на водоочистные сооружения в нашем городе. Мы узнали, как очищается вода. Вода очищается в три этапа. Первый этап – это механический. Вода очищается сначала решетками, песколовки, первичным отстойником. Потом идет… Потом идет ротенки. Там живут бактерии, которые очищают воду с помощью… Они очищают воду. Потом идет вторичный отстойник, и потом воду очищают хлором. Потом вода выпрасывается в вятку. Это уже очищенная вода. А вот то, что у тебя это на столе… У нас звонок. Так сейчас мы ответим просто. Рассказывай пока дальше. И, ну, бывают такие… Такая же грызенная вода, с которой бактерии в аэропорту не справляются. И погибают. Поэтому мы собрали… Ну, перенаправляют… Робота, который перенаправляет воду в дополнительную очистку. То есть вот эту воду, с которой не справляются бактерии, вот этот робот, он ее сам определяет, что эта вода требует такой очистки дополнительной? Да, тут должен второй робот, опускают сюда датчик с пробирками, которые зачерпываются в воду, и потом отправляются в лабораторию, в которой определяется, хорошая вода или плохая. Если плохая, этот робот отправляет ее в систему дополнительной очистки, да? Да. Ну, у нас пока что. Второй робот не работает, поэтому по датчику. Так, вот то, что вот сейчас открывается-закрывается, это она закрывает одну трубу, да? Да. И спасает бактерии от смерти. Да. А вот сюда уже эта грязная вода течет на другую очистку, да? Хорошо, мы продолжим чуть дальше. У нас есть звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Как тебя зовут? Лера. Сколько тебе лет? Семь. Ну и какой же ответ у тебя? А на какой вопрос ты отвечаешь? У нас было два вопроса висело. Про профессора. Про японского профессора? Да. Ну вот, который отправил свою копию в другой город? Да. И как, по-твоему, что там дальше произошло? Рассказывай. Как ты думаешь, что случилось с этой копией в другом городе? Университет стал работать круглые сутки. Что? Так. Может, радио чуть-чуть потише сделать, чтобы было лучше слышно? Повтори. Еще раз повтори, пожалуйста. Вот, повтори еще раз. Университет стал работать круглые сутки. Университет стал работать круглые сутки? Да. Ну, в общем, правильно, потому что роботу спать не нужно. Так ли было? Какой университет? Университет. Ну, куда он поехал лекции читать? Он же поехал лекции читать в другой город. А, да. И так как он робот, то там стало все круглосуточно. Студентам спать перестали давать. Да? Все студенты с Кузнадо вечера занимались. Так ли было дело? Это неправильный ответ, но мне кажется, такая креативная задумка тоже заслуживает. Я тоже думаю, что это совершенно интересная версия. Мы, конечно, должны дать приз. Какой приз ты хотела бы получить? Алло? Я хочу получить энциклопедию. Какую? У нас много энциклопедий сегодня? Очень много. Повторить? Расскажи, да? Повтори, пожалуйста, Ян. У нас есть энциклопедии техника, древний Египет, все о технике, где, что и когда, техника вокруг нас. Какую? Техника вокруг нас. Техника вокруг нас. Ну, все отлично. Эта энциклопедия будет твоя. Ну, и, конечно, ты получишь сертификат на одно занятие по работе техники в Центре информационных технологий и учений по знанию. То есть, на сертификате есть телефон, есть адрес, можно будет позвонить, узнать, сходить на занятия и, может быть, остаться в этом центре и заниматься. Спасибо тебе большое. Так, ребята, ну-ка задайте-ка вопросик, а то у нас там сейчас пока ничего не висит в эфире. Какая передача быстрее? Понижающая, зубчатая, повышающая или зубчатая? Просто зубчатая. То есть, есть зубчатая, просто, есть повышающая, есть понижающая. И какая из них быстрее, да? Вот. Ну что ж, пусть думают пока, да, ребята? Максим, продолжай. Ещё мы изучали, помимо нашего проекта, мы изучали водоподъёмные механизмы, которые использовались в древности. Это были механизмы, так как шаду, фнория и русский колодец, потом водонапорная колонка и ложки. Их изобрал изобретатель Аль-Джазари в 12 веке. То есть, это механизмы, которые поднимают воду снизу вверх, да? То есть, вода обычно течёт сверху, чтобы она поднималась, да? И мы собрали модель этого водоподъёмного механизма, который... В нём используется кривошипный механизм. Это ойси, на которой есть маленькие шипы, которые по движению рычага поднимают балку, в которой есть жёлоб, и он перетекает в другой... В другую ёмкость. Да, в другую ёмкость. Это вот как раз лего, да? И тут как раз ось. А какого цвета эта ось? Давай спросим, узнаем. Максим, какого цвета ось, которая у тебя используется? Это... Это... Тут используется не одна ось, а три. Три? Да, потому что вот такой длины ось мы не нашли, поэтому пришлось использовать механизмы. Три оси, которые сцеплены вместе. А это вот работает? Да, больше. Хочу. Слушайте, он как будто ногами топает, да? Слушайте. Этот вот кривошипный механизм изобрели ещё в 12 веке известный, ну такой вот мастер Аль-Джазари. И в Европе через несколько веков только появился вот этот кривошипный механизм. Вот кривошипный, это вот такое полное название, да, такое смешное? А вот ещё я слышал такой термин скривошипно-шатунный. Это ещё страшнее или это то же самое? Нет, тут, смотрите, на оси есть шипы, которые приводят в действие рычаг. Вот тут как раз кривошипный. А вот этот рычаг, вот это то, что топает, это вот рычаги, да? Да, да, да. А вода, собственно, поднимается где? Вот ещё вода опускается в воду, вот у нас эментированная вода, ёмкость. Вот в этой ёмкости как будто бы вода. И когда ложка опускается, у неё есть, знаете, обычную ложку? Ну, конечно. И черпачок такой, что наливается вода, а тут ещё есть маленький желобок. Когда вода, когда... Поднимается, то вода по желобку начинает течь и уже попадает наверх. Да. О, никогда бы даже не подумал, как всё сложно вроде бы, да? Ну, когда вам зато пол-треться, мне сложно было. Да. Зелка и ещё. Потопай, потопай. Вот я ещё раз говорю, что, ребята, обязательно подключайтесь к нам на сайте Экокиров.ру, чтобы посмотреть, как это всё происходит через веб-камеру. Потому что очень-очень интересный, конечно, механизм. Я, правда, не знаю, вот как-то считается, что, мне кажется, роботы, они... Это такое будущее, да? Это будущее. А мы здесь как бы вот такую сделали копию того, что было давно. Вы этим тоже занимаетесь в кружке, да? Мы в кружке этим занимаемся. Мы смотрим, а что же было раньше. Ну, вот, например, очень интересный факт о том, что ещё в 15 веке да Винчи нарисовал схему робота. Робот был похож на человека. Он был в форме... Он был в форме... Ну, человека, и он мог многие вещи делать. Как человек? Как человек, да. И вот совсем недавно, в 2002 году, эксперт робототехники, он взял рабочий стирадий да Винчи, чтобы построить такую же модель робота 15 века. И позаимствовал многие идеи для создания планетарных роботов-разведчиков. То есть вот из этого вот древнего-древнего да Винчевского робота сделали совершенно современного, так использовали как бы находки, да, его? Да-да-да. Вот он придумал робота-манекен, который был одет в рыцарские доспехи. Он тогда использовался для развлечения, но внутри был тоже очень интересный механизм, который вот сейчас позаимствовали для современных роботов. Ну, ведь говорят, что новое то, что... Хорошо забытое старое. Ева, у нас звонок. Привет. Привет. Как тебя зовут? Миша. Сколько тебе лет? Восемь. А в какой школе ты учишься? Пятьдесят девятый. Хорошо. А какой ответ на вопрос? Современный робот. Ну, говори смелее уже. Ты же знал, что хочешь сказать. Так. Я уже даже не помню, какой вопрос был. Но был вопрос про понижающую-повышающую передачу. А, да, повышающая. Быстрее повышающая передача. Правильный ли ответ? Правильный. Правильный ответ? Да. Все правильно. Раз ответ правильный, тогда выбирай приз. Повторить призы. Киномакс. Уже выбран. Киномакс уже забрали билеты. Что-нибудь другое выбирай. У нас вот еще есть театр на Спасское пригласительный билет. И все? И у нас много книг. И приглашение на семейное посещение собачьей деревни Махнатия. Там классно. Ну, книгу. Какую? У нас есть несколько энциклопедий. Эциклопедию. Есть Древний Египет. Какие еще, Ева, есть? Древний Египет лучше. Древний Египет, да? Энциклопедия, Древний Египет. Нам бы ручку, чтобы отмечать, что выбрано. Да, я думаю, что мы уже запомним. Потому что я в энциклопедиях путаюсь. Вот Древний Египет мы уже отдали. И все о технике мы уже отдали, да? Да. Ну и, конечно же, сертификат для одного занятия по робототехнике. В Центре информационных технологий познания, да? Да. А может быть, мы следующий вопрос зададим? Конечно. Вопрос для ребят, которые помладше, которые любят мультфильмы. Как называлась планета роботов в мультфильме «Тайна триггей планеты»? Ну, те, кто смотрели этот мультик, наверное, думаю, быстро должны ответить, как называлась планета роботов. А так как я его очень давно смотрел, то я никому не подскажу. Я не помню, как она называлась. Значит, у нас сейчас как бы в эфире два вопроса. Один вот этот самый трудный вопрос про разницу в цвете осей в Лего. Вот я почему сейчас спрашивал у Максима, какого цвета там ози, думал, он подскажет, а оказалось, она там разноцветная. А вот этот вопрос, может быть, нам уже дать? Она одного цвета, но очень-очень одного цвета. Ты хочешь ответить на вопрос про планету? Нет. Будут отвечать те, кто у нас не в студии. Те, кто в студии, у нас на вопросы не отвечают. Я потом задам. А ты потом еще задашь свой вопрос? Если успеем, то, конечно, зададим еще. И у меня вопросик остался. Ну, сегодня как-то мы вопросов задаем больше, чем нам успевают ответить. Видимо, какая-то трудная тема про роботов получилась, да? Ну, возможно, да. Но опять же, я думаю, что те ребята, которые ответили и получили приглашение в ваш центр, они сходят и будут гораздо больше об этом знать. И когда мы в следующий раз встретимся и будем говорить про роботов, то у нас будут гораздо активнее, по-моему, звонить и отвечать. Хотя ведь интересно, да, вот в компьютерах разбираются все, да, сейчас. А вот роботы, это вроде тоже такая информационная новая технология совершенная. Они как-то так вот... Ну, разбираться, знаете, может быть, в компьютерах не все разбираются, пользуются все. Пользуются все, да. Ну, много людей пользуются. А разбираться, тут ведь особые профессиональные навыки нужны. Ну что ж, кто-то дозвонился до нас. Привет. Привет. Как тебя зовут? Саша. Сколько тебе лет? Пять. Пять? Отлично. Хорошо. Хороший звонок, да? Вот, наверное, кто у нас, будущий нашей робототехники. А какой правильный ответ? Шелезяка. Ой, точно, планета Шелезяка. Планета Шелезяка? Так я тоже, я, оказывается, тоже это знал, просто не знал. Планета Шелезяка. Планета Шелезяка. Ну что, какой ты хочешь приз получить? Повторить призы. Глубоко задумался человек. Какой приз ты хочешь получить? За свой правильный ответ. Есть приглашение в собачью деревню. Махнатью. Причем в Махнатью Ева была, говорит, что там классно вообще. Да? Да. Понравилось очень? Там очень милые собачки, они всегда ласкаются к тебе. Ну что, ты хочешь получить приглашение в Махнатью? Да. Хорошо, отлично. Ты получишь приглашение в Махнатью. Ну и, конечно, приглашение еще в Центр информационной технологии. В 5 лет уже к вам ходят люди? Да, нам в печь уже ходят. Вот. Так что все. Какие у нас вопросы еще есть? Кто-то хотел еще задать вопрос? Может быть успеем? Марк. Давай, Марк. Давай, Марк. Какая передача может работать под углом? Зубчатая, холостая или коронная? Так. Зубчатая, холостая или? Коронная. Коронная. Я даже таких передач что-то не знал. И вообще для меня передача, это радиопередача. Вот мы сейчас передачу ведем, я понимаю, да, какая из них работать может. Еще зубчатая. Ну что, интересный вопрос ребятам на передачи. Как вы вообще это запоминаете? Ну, они это собирают, они это через ручки пропускают, поэтому не знают. В разных механизмах разные передачи, разные действия. Поэтому они это знают. Круто. Вообще серьезно, да. Максим, ты что, хочешь ответить? Ты знаешь? Да. Но не скажешь. Да. Подсказывать не будет. Я вот, честно говоря, да, вот. Ну, конечно, ты спрашиваешь, как бы тебе не знать. Конечно, ты просто должен знать ответ, потому что если ты его не будешь знать, откуда мы будем знать, правильно ответил на слушатель или нет. Потому что я вот передача точно ничего не понимаю. Это очень легко. Ну, это для тебя легко. Потому что ты вот такую вот ферму собрал огромную, да, для тебя это все легко. А для людей-то, по-моему. Еще с Данилом собрал. Ну, понятно. Да, потому что вот здесь вот в студии, по-моему, только вы двое знаете ответ на этот вопрос. Ну, и Максим еще. Но он никому не скажет. Ну, что еще мы можем рассказать про нашу студию интересного? Ну, мы, наверное, знаете, можем рассказать, что вот сейчас мы готовим такую выставку, экспозицию «Инженерная вятка». И вообще у нас же вятки... Да, и трамплин. Да, и трамплин. Ну, они же очень прочные. Слушайте, у нас были очень прочные солдатские кровати. Ева, у нас звоночек. Ты сегодня отвечаешь на звонки. Привет. Привет. Как тебя зовут? Меня зовут Клим. А сколько тебе лет? Семь. Ну, и что ты скажешь про наши передачи? Цвет. Цвет оси. А, цвет оси? Ох ты. Это четное и нечетное. О, точно, Клим. Если один цвет обозначает четную длину оси, а другой цвет – нечетную длину оси. О, правильный ответ. Здорово. Я думал, на этот вопрос вообще никто не ответит. Какой приз ты бы хотел? Повторить тебе призы? Ну, я, наверное, перезвоню. Клим, может быть, взять энциклопедию про технику? Если ты техникой занимаешься, тебе это наверняка будет интересно. Если как, пожалуйста, энциклопедия техника вокруг нас. Я бы хотел путешествовать к собачек. А у нас уже ушло приглашение, да? У нас оно одно было? Да, отлично. Говорят, что можно получить приглашение в собачью деревню в Махнатье. Все нормально? То есть, Клим, ты сможешь посетить собачью деревню или, конечно, получить сертификат и посетить одно занятие по робототехнике в Центре информационной технологии по знанию. По-моему, это прекрасно. Спасибо. Как у нас много сертификатов. Сертификаты у нас каждому победителю сегодня будут вручены. То есть, все, кто ответили правильно, все это получат. Тебе спасибо, что позвонил. Ну что, мы успеем еще задать один вопросик? Вам Данил еще не задавал. Данил, задавай вопрос. Только к микрофону подойди, пожалуйста. Почему у молоковоза цилиндрическая форма? Очень интересный вопрос. Почему у молоковоза, вот ты имеешь в виду, саму эту цистерну, да? Почему она цилиндрическая, а какая она могла еще быть? Квадратная, кубическая, шарообразная, да? Почему именно цилиндр выбрали? Когда ребята готовили проект, там была под тема колесо. И они смотрели, как колесо может использоваться в сельском хозяйстве. И мы задумались, а почему именно цилиндрической формы молоковоз? И нам ответили инженеры на заводе на этот вопрос. И поэтому вот он такой очень интересный. Я думаю, что зрители... То есть, это вот не просто так случайным образом, вот так удобно и все. А это какой-то смысл имеет, да? Да. Интересно, слушайте. А вот всю жизнь эти молоковозы вижу, никогда не задумывался. Что, не знаешь про это, Ева? Нет. Тоже не знаешь? Максим, ты про все ведь знаешь? Я знаю. А вы-то знаете. Вы вообще молчить не подсказываете. Ну вот, есть еще один вопрос, наверное, очень простой. И, может быть, его тоже задайте. А задайте. На какой-то из них ответят. Ну, очень простой вопрос. Как называются роботы, которые имитируют внешний вид движения человека? То есть, роботы, которые похожи на человека, да? Как они называются? По звонкам. Я вот сегодня, ты отвечаешь. Так что, говори. Привет. Здрасте. Здрасте. Как тебя зовут? Витя. Витя, а сколько тебе лет? Восемь. Приятно познакомиться. На какой вопрос ты бы хотел дать ответ? Про что вопрос? Про молоковоз? Зубчатая передача. А, про передачу? Да. Которая меняет угол. Да. То есть, зубчатая передача? Нет. Зубчатая не меняет угол? Нет. Так, тогда давайте дадим второй вариант еще ответа. Попробуй. Если зубчатая не меняет угол, остаются еще две. Напомни, какие. Холостая и коронная. Вот холостая или коронная? Попробуй ответить. Как думаешь, какая передача будет менять угол? Холостая или коронная? Коронная? Это коронная. Коронная. Теперь? Теперь правильно. Вот, теперь правильный ответ. Ну что же со второй попытки? Ничего страшного. Что бы ты хотел взять в призы? Энциклопедию. Какую? Про технику. Про технику? У нас осталась техника вокруг нас, по-моему, да? Про технику. И еще у нас есть... И просто техника. А одну такую-то, по-моему, забрали уже. Первую-то, вот эту. У нас осталась техника вокруг нас. Можно было ручкой отвечать. Про технику, да, энциклопедию? Да. Все хорошо, отлично. Ты получишь, конечно же, энциклопедию про технику. Ну и сертификаты сможешь сходить на одно занятие по робототехнике и посмотреть, как все это происходит. Отлично? Так. Спасибо. Тебе спасибо, что позвонил. Ну, что у нас осталось в эфире? Два вопроса сейчас у нас висят, да, по-моему, там? И еще один. И у меня вопрос. И у тебя еще есть вопрос? Да. У Данила. Данила уже задал, на него еще не ответили про молоковоз. Ну, у него было еще два вопроса. Еще у нас есть вопрос про то, как называются роботы, которые имитируют человека. И тоже на него еще пока не ответили. А вот давай, Ева, задай еще вопрос. В 400-м году до нашей эры, то есть почти 2500 лет назад, древнегреческий инженер-механик Архид Таренский создал уникального для того времени робота. Что это было? Робота 2500 лет назад? Да. Это на самом деле создавали роботов тогда? Ну, они не знали, что они так называются. Ну, еще чаток не родился, потому что, да, еще чаток и не был. Ну, вы знаете, о чем она спросила, да? Ну, там, знаете, механизмы создавали, да. Да, механизмы, которые автоматизировали какие-то движения. Ну, это не совсем механизм. То есть это все-таки ты считаешь робот уже такой полноценный, древнегреческий робот. Ну, сейчас послушаем. Сейчас узнаем, может, кто-то знает, да. Ева, ну, если даже никто не ответит, после передачи нам расскажи обязательно, да? Хорошо. Потому что уже просто интересно. Я могу после передачи сказать про молоковоз. Ну, про молоковоз, я думаю, нам все-таки ответят. Мне кажется, этот вопрос очень простой, просто надо вот подумать, да? Да, это очень простой. Просто головой подумать, вот как ты говоришь, чем отличается человек от робота? У него мозги есть. Вот надо просто мозгами подумать, наверное, и можно понять даже вот так вот, не зная понять, почему молоковоз цилиндрической формы, а не квадратной, да? Ну, вообще вопросов очень много вокруг нас. И главное увидеть их. И наши ребята-почемучки задают много вопросов, и мы находим вот на них ответы. У меня тоже есть вопрос насчет нашей программы. Почему у нас программа «Эхо Москвы», а мы в Кирове? А у нас «Эхо Москвы» в Кирове. Называется. Мы об этом поговорим после эфира, ладно? Сейчас все-таки про роботов. Вот, поэтому, ну, интересно ведь, когда они приходят, у вас же много вопросов задают, да? Много очень вопросов задают, интересные поделки делают. Ну, вот сейчас ремельчишки делали завод по изготовлению картона. То есть они брали листочки бумаги, затем запускали в механизм, и получилась такая волна, ну, гофрокартона, и потом склеивали. То есть они узнают о мире не просто из книжек, а выполняя какие-то поделки, изделия, и понимают, как это происходит. Вот не только на вопрос, что это такое, а как это происходит своими руками. Очень здорово получается. То есть можно просто к вам прийти, очень многому научиться, очень много узнать, и, может быть, что-то сделать такое вот, да? Ну да, ведь очень важно для мальчиков, ну и для девочек делать что-то руками. И вот этому мы учим в центре. Ну, в принципе, любой мальчишка или девчонка могут просто к вам прийти, записаться и у вас заниматься, да? Да, могут и мальчики, и девочки прийти. Но в основном, конечно, у нас мальчишки занимаются. Вот мы летом, когда проводим, 100 мальчиков приезжает в лагерь, всего 20 девчонок. Поэтому мы в этом году делаем специальную программу для девочек, которая, это направление связано с дизайном. И как раз вот технические новинки, информационные технологии в дизайне. Ну вот, таким образом мы понимаем, что девочкам тоже это может быть интересно. Вот сейчас у нас идут IT-перемены в школах города. Мы, именно для девочек, когда мы рассказываем девочкам, а как там могут использоваться технологии именно девочками, какие профессии в IT могут быть интересны девчонкам. Вот сейчас вообще идет всемирная акция девочки в цифровом мире. И вот вопрос к тому, что кому это интересно, девочкам или мальчикам, он такой, ну, актуальный вопрос. Ну, то есть я понял так, что девчонкам вы будете особенно рады. Особенно рады девочкам. Девчонки, вы нас слышали. Приходите, пожалуйста, в Центр познания. Ну, на этом наша программа, я думаю, потихоньку подходит к концу. Мы, конечно, желаем всем здоровья. Желаем вам всем ответить на такие вопросы, которые мы задали, правда, уже без призов. И встретимся с вами в следующее воскресенье на той же волне 101.0 FM в 10 часов утра. Настраивайтесь на нашу волну всей семьей и открывайте мир вместе с нами. До свидания. Детская познавательная программа «Открывашка». Субтитры создавал DimaTorzok Детская познавательная программа «Открывашка».